всем привет ребят сегодня в райцентре заехал в охот общества короткоровской короче никого еще тут нету жду когда придут реквизиты взять оплатить все это дело опушнину на боровую птицу сейчас дозвонил зато хозяина сказал сказал подъедет взял реквизиты он бас цены какие что почем пойду оплачивать это наш райцентр направляюсь в больнице свое дело основное тут я разобрался сделал чуть-чуть осталось там одну бумажку надо было еще кое-куда сдать но не получилось никак что-то офису на у них закрыт вроде по расписанию должны они работать не знаю почему у них все закрыто и не дозвониться не достучаться хотя там я слышал как работает клавиатура работает щелкает все спрятались одним словом вот он я ребят всем привет я райцентре как и говорил жду жену приехали больницы немножко чуть-чуть она приболела и сейчас дождущий поедем обратно домой короче я тут все оплатил разрешение лицензии на пушных зверьков бобра оплатил куницы несколько штук боровую птицу глухарей косачей знаете я прошлом году тоже немало я как сказать оплачивать оплачивал на всю лицензию я и не закрыл старичок блин осторожно выезжает надеюсь вы едет нормально выехал на вольво кто-то пожилой все скрипит конечно но едет машина иномарка как-никак и расценки вот ничего не поменялось у нас скажем глухари 100 рублей косачи 20 рублей за штуку получается потом оплачивал куница 60 рублей бобру 60 рублей в россии в других регионах конечно разные расценки но у нас вроде доступны еще все что я оплачивал у нас в селе там водоплавающие все это дело 1200 1200 получается но туда еще входит волки заяц белки и сегодня я еще на них тоже лицензию взял как бы я в не в шаре оплачивал но бумажку вот эту мне не дали говорит у нас наличие нету и пришлось вот сюда приехать но здесь все все мне дали короче сейчас кипа бумаги у меня на руках остается только ходить по тайге охотиться так считай значит 1200 я дома заплатил и сегодняшняя оплата у меня обошлось меньше тысячи 580 примерно так вполне достаточно и как и говорил я думаю столько и не настреляю в прошлом году куницы я тоже область оплачивал охоты и на них вообще не получилось так что нелегко я вам скажу тайга также добыть что-то как мне последний комментариях писали или последние что летает бьешь ну попробуй пострелить у них два крыла острый глаз или же скажем куницы они шустрее и бывает там куницы очень много а в капканы не лезут отчего так кто и может это сказать да никто непонятно почему видимо для них корма хватает вроде мышей нету но все равно не что-то едят и самое главное думаю они запас себе делают все лето потому что бывало на охоте один охотник свалил ну вот этот сухостой который в середине с дыркой с отверстия свалил дерево а там но на охоте на куницы он попал на гнездо вот это где куница зимует и у него у него у куницы этого запаса на целый месяц минимум на она была туши говорит рябчиков целые там несколько и всяко разные мыши ну все 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 и вот знаете вот за сезон охоты бывает там охотник как сказать охотиться следы есть все есть следов много но глухозимья бывают там следы вообще пропадают и они затаиваются где-то вот они в морозные дни думаю даже они своем дупле сидят из на своих запасах жира я вам скажу у них не да откуда у них жира вот ты начинешь шкуру снимать у них кроме в шее ничего нету жир вообще там в задней части там немножко там прожилки есть на бывает там у самок еще более-менее вшей очень много и не блох и как там у кошек блох и значит блох и пускай будут блох и потому что я про кошку один раз говорил у моей кошки там пши и исправили что это блох и один раз я тоже но это история рассказывал как-то в своих видео бывало дело рябчик взлетел с елки крупная елка была ниже на этом дерево ниже на на метр-полтора там сучок шевельнулся я смотрю а там куница где-то 15 октября это дело было или 14 я именно на она открыл сезон 14 думал покров день и уже куница нормально спелая короче он сам себе предал и и потом с одного дерева на другое дерево там несколько деревьев он перепрыгивал и уже в конце-то концов я с мелкашкой был север оружие север сразу не попал вроде а я его зацепил потом в оптику отчетливо вижу штанг крови весь но еще прыгает добыл на счет таки я добыл его ну вот это я куницу себе привет принес в избушку что за фигня думаю ну вот как знаете вот любой зверек куница хоть утка начинает остывать когда он теплый вот эти блох и вши и вот они внутри меха или в перьях а вот когда уже туша начинает остывать короче получается что блох и эти вши и начинают вылазить и на наружу и на этом куницы там ружье очень то черта их было это говорит о том что дверь слабый у всех там у всех без исключения у всех зверьков это у зверей у зверьков у всех у людей у людей в тоже разные бывают вши скажем бывают вши на волосе волосах живут или же белевые вши это жизнь ребят не врезгуйте я чего что сейчас говорю да правда жизни сейчас химия одолела как мы в детстве там жили этих шею всех школьников было да и мы гуляли всегда в песке сейчас из дома никто не вылазит и эти шампуни химикаты очень сильные выгоняет шеи всяких время так коротаю толтаю вот просто жду жену нам надо еще здесь разобраться и поехать обратно домой после двенадцати мы даже должны уже быть дома видать и ларзе уже лютует вот и сидела горлом болят у меня вот такой вот сын привез с питера вообще кота огонь то магазинах не купишь это где он учится выдают такое это ребята костюм еще тот он теплый я вот чувствуется тепло и самое главное у меня шея вся шея закрыта гордо шея все прям защита такая ветра самое опасное это ветер прохладный ветер когда ты гуляешь и остываешь на ветру вот ну уже конец месяца уже но может еще разок и еще до большой охоты съезжу в город надо еще прикупить боеприпасы принципе есть у меня но не знаю лучше на она может пару пачек еще патронов возьму для карабина для мелкашки дети нету дети минимум но я люблю стрелять я люблю стрелять по банкам да и вообще люблю стрелять ну результат охоты был будет уже в середине октября числах 20 до 20 она уже все ясно будет если не будет много птицы я конечно там тоже задерживаться не буду ну от силы недельки две недельку там пробуду потом уже понятно будет дальше охотиться ходить или нет плана много очень много кучу чего я оплатил надо чтобы все это окупилось жалко что не буду вперед за забегать хотел еще кое-что сказать на стану сейчас люди приходят со своими родителями родители уже старые-старые или ходят и задумаешься о жизни что нас ожидает когда мы будем тоже такими старыми что нас ждет хорошо когда есть кому ухаживать вот видать . помогает может мама ее может бабушка надо помогать друг другу конечно ну ладно поболтал немножко с вами принципе больше новостей у меня нету смотрите дальше мои сериалы именно сериалы не надо как сказать гнать меня вот скажем надо весь поход за 20 минут показывать я такое не буду делать у меня своя тактика свой канал и буду снимать дальше такие сериалы именно сериалы буду собрать своих зрителей которые с удовольствием смотрит и оценивает тем что я заслужил лайками и дизлайками так что смотрите дальше и мы дальше будем снимать а на сегодня все всем пока и до новых встреч ждите новые видео